Всех приветствую! Вы находитесь на канале обзоров корейской косметики и с вами Дарья. Сегодня будет не совсем обычное видео, потому что сегодня я буду рассказывать о тех продуктах, которые я никогда не закажу повторно из корейской декоративки или ухода. Давайте я начну. Начну, наверное, с лаков для ногтей. Вы видите, у меня очень большая коллекция. Ну как большая? Относительно. Для меня это большая. Здесь лаки многих брендов. Это Skin Food, это Sam, здесь есть также Tony Moly, Etude House у меня есть, It's Skin. В общем, лаков очень много. Но повторно корейские лаки я заказывать не буду. Для меня они оказались неэффективными. Они быстро облазят, они красят, вот если темный цвет, они красят ногтевую пластину, так что после снятия лака пластина остается цветная. Это не совсем хорошо. Вот. И, ну, как-то очень быстро они густеют в упаковочке. Ну и нестойкие, я об этом уже говорила, да, буквально на сутки хватает, и они начинают облазить. Это для меня не очень хороший показатель. Поэтому с лаками я решила завязать пустая трата денег. Следующий продукт, который я не буду заказывать из корейского ухода, это вот такие блески и бальзамы для губ, которые достаются пальцами. В процессе эксплуатации, вот я несколько лет использовала такие продукты, и что-то мне, ну, довольно-таки поднадоело ковырять пальцами. Это не совсем гигиенично. И пользоваться такими вот шайбочками можно только дома. Вот у меня сейчас блеск бальзам от It's Skin. Это бальзамчик, макарунчик. Ну и как бы решила завязать с такими формами. Либо пусть это будет то, что выдавливается из тюбика, или то, что мажется с кисточкой. Ну, в любом случае, это будет получше и поудобнее, чем вот такие формы. Также я решила завязать с разными помадами, с тинтами. Вот. Помада моя не совсем удачная. Я вам уже про нее рассказывала. Почему решила завязать? Во-первых, монитор не всегда правдиво передает цвет средства. И вы можете быть очень разочарованы, когда получите, и вам не подойдет оттенок выбранный. То есть смотрите по компьютеру, все красиво, все хорошо. На девушке-модели красиво, да, выглядит. Покупайте себе. Цвет совсем не тот. И второе. Качество мне тоже не очень нравится. Потому что помады, вот это не первая моя помада, и все они скатываются в белую полоску и сушат губы, к сожалению. Вот для меня сейчас помады я беру из европейского люкса. Мне очень нравятся помады, бальзамы. Поэтому корейские, к сожалению, не прошли испытания временем. А еще мне вот такие формы ухода не подошли. Это салфетки. Они еще у меня влажные, вот там есть средства. Это салфетки для того, чтобы чистить поры, растворять содержимое пор. То есть салфетки для чистки лица, можно сказать. Почему мне не понравились эти салфетки? Наверное, они неплохие. Но, во-первых, вы никогда не сможете понять, как поведет себя ваша кожа. То есть в данных салфетках присутствует спирт. Может начаться сжение, там реакция какая-то. Вот. И, во-вторых, для меня это слишком долгий эффект. То есть, чтобы вот этими салфетками достигнуть результата, нужно пользоваться ими постоянно, чуть ли не ежедневно. Нужно их носить, там, минут 10-15, не снимая. Ну, для меня сейчас такой вид ухода, он не совсем удобен. Поэтому, ну, не мой продукт, к сожалению. И также из-за ухода мне не нравятся вот такие маски. Я уже делала обзор на эту маску, сравнивала с патчами, да, для удаления содержимого пор. Вот, посмотрите, у меня полный тюбик при открытии, даже масочка выдавливается. Но закончить ее я так и не смогла, потому что, ну, вот, эффективность такого продукта для меня лично не доказывала. Мне удобнее пользоваться скрабами, которые быстренько чистят кожу. И также разными пенками осветляющими, которые вычищают черные точки, осветляют их. То есть, если пользоваться этим регулярно, то эффект будет достигнут и будет поддерживаться постоянно. Для меня это более удобно, чем вот такие вот регулярные масочки. Так, ну, наверное, это пока все из того, что я в ближайшее время, да и вообще приобретать из корейского ухода и декора я не буду. Ну, а чтобы было совсем интересно, то делитесь в комментариях, что именно вам не подошло, и чтобы из корейского ухода и декора не купили больше вы, и почему. Может, наши взгляды на это совпадут. Будет очень интересно почитать и поразмышлять с вами на эту тему. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, и до встречи в следующем видео. Всем пока!